МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии нового учебного года по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия были совершены первые молебны для учащихся во всех храмах Нижегородской епархии. Для верующих молебен перед началом нового учебного года имеет глубокое и очень символичное значение. В этом году школьники и студенты нашего города смогли получить благословение в храме царственных страстотерпцев. В канун Дня Знаний во всех храмах нашего города проходят молебны к новому учебному году. Ученики общеобразовательных школ, воспитанники православной гимназии, студенты, учителя и педагоги. Для всех православных сыровчан участие в службе перед первым сентября имеет огромное значение. Такие молебны нужны, они помогают собраться после лета, после отдыха, сразу как-то дисциплинировать себя. Это как благословение на весь следующий год. То есть все дети собираются вместе, и священник даёт общее благословение. Как бы молятся о даровании хорошего учения. Каждый год семья Ваньковых приходит в храм в полном составе. Родители и двое сыновей надеются, что молебен перед началом школьных занятий может помочь в учёбе и укрепить здоровье. Самый младший член семьи Ваньковых, 9-летний Егор, несмотря на свой юный возраст, к участию в богослужении подошёл ответственно и серьёзно. Попросите у Бога силы, чтобы хорошо учиться, чтобы было чуть получше в душе. Я считаю, что дети должны набраться положительной энергии, эмоций в храме, чтобы это им было облегчение в течение учебного года, чтобы они чувствовали, скажем так, помощь Бога. Божественную литургию и молебен на начало учебного года в храме царственных сорстотерцев совершил благочинный Саровского округа отец Александр Долбунов. Он поздравил всех присутствующих ребят с началом учебного года и благословил их на новые свершения и открытия в мире знаний. Следующие молебны к новому учебному году пройдут 31 августа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не совсем удачно закончился вечер выходного дня для посетителей одного из ночных клубов нового района. Ссора между двумя представительницами прекрасного пола переросла в массовую потасовку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции конфликт урегулировали. Официальных заявлений о телесных повреждениях в результате драки в дежурную часть не поступало. Администрация клуба лишь заявила о порче имущества. Чем еще заполнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. 11 ДТП на территории нашего города за прошедшую неделю зарегистрировали сотрудники ГИБДД. В основном это просто механика, и все машины своим ходом отправились по автомастерски. Только в одном случае вместе с патрульной машиной ГИБДД на место аварии приехала скорая. Водитель, управляя автомашиной в воздействии 06, при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Лексус», которая двигалась ему навстречу через перекресток. В результате столкновения медицинская помощь потребовалась пассажирки советской классики. Правда, от госпитализации она отказалась и после осмотра врачом была отпущена домой. Однако происшествия с участием автомобильного транспорта случались не только на проезжих частях города. В один и тот же день в дежурной части было зарегистрировано два очень похожих случая. И в одном и в другом случае виновником происшествия стал ветер. Зарегистрировано заявление гражданина Е о том, что в период с 8 часов до 20, 21.08, на парковке у завода номер 3, в результате падения дерева была повреждена его автомашина «Шевроле». Теперь владельцу придется чинить капот и крыло своего автомобиля. Двумя часами ранее дежурным полицейским было принято заявление царовчанина, на машину которого упали листы железной кровли с крыши жилого дома. В этом случае также пострадал автомобиль марки «Шевроле». Минздрав в России подготовил законопроект, авторы которого предлагают включить курящих людей в число платильщиков нового экологического налога. Планируется, что ими будут охвачены компании, индивидуальные предприниматели и те, кто так или иначе наносит непоправимый ущерб окружающей среде. Публичное обсуждение закона продлится до конца августа, а с начала сентября перейдет в комитеты Госдумы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 1 сентября порог Саровской школы переступит 941 первоклассник. В этом году в первые классы муниципальных образовательных учреждений пойдут 897 ребят. Еще 44 человека будут обучаться в православной гимназии и частной школе. Торжественные линейки в школах пройдут в соответствии с графиком. В «Березке» завершилась молодежная профильная смена «Наше дело-2018». Ее участники подготовили и защитили 9 социальных проектов, среди которых проект реконструкции городского ЗАГСа, фестиваль популяризации живого общения, проект по открытию пункта проката оборудования для активного отдыха на протяжке и другие. Каждый из 9 проектов будет скорректирован с учетом пожеланий экспертов и осенью представлен на молодежном форуме «Время выбрало нас». Там авторы смогут побороться за гранты на воплощение своих идей в жизнь. Руководство хоккейного клуба «Саров» приняло решение сохранить цены на покупку абонементов и входных билетов на уровне прошлого года. Предусмотрена скидка при покупке билетов для пенсионеров, студентов и детей до 18 лет. Льготным категориям граждан при покупке, а также при походе на стадион необходимо предъявлять соответствующий документ. Обмен прошлогодних абонементов произойдет с 3 по 7 сентября. С 10 сентября откроется их свободная продажа для всех желающих. Продажа билетов начнется с 15 сентября. В Доме ученых открылась персональная выставка нижегородского архитектора, уроженца нашего города Александра Облесимова. В экспозиции представлены авторские зарисовки одного из исторических районов Нижнего Новгорода, изображения архитектуры родного города, а также эскизы достопримечательностей, созданные в путешествиях и командировках по городам России и мира. Минимум цвета, максимум деталей – это отличительная особенность миниатюра Александра Облесимова. Сквозь тонкие линии и штрихи, сделанных буквально за полчаса, просматривается суета мегаполиса и тишина исторических кварталов. Для создания зарисовок архитектор использует современные инструменты – профессиональные фломастеры, линер и небольшой блокнот. Я бы сказал, что это зарисовки. То есть это, в общем-то, законченное произведение, но в таком вот небольшом формате. Блокнот удобен своей компактностью, а с помощью линера Александр четко прорисовывает архитектурные особенности зданий. При зарисовке деревянных домов с более чем вековой историей особенно важны детали. Большую часть выставки занимают картины квартала 1933 года Нижнего Новгорода, которые в скором времени станут иллюстрациями книги, посвященной истории областного центра. Мне всегда было интересно сработать с исторической средой, поэтому, конечно, форматы современные стараемся использовать. Но во всех проектах, особенно последних и дипломам тоже, я старался как-то взаимодействовать со старой архитектурой. После окончания вуза Александр остался работать в Нижнем Новгороде, но приезжая в родной город, он обязательно делает несколько зарисовок в свой блокнот. Гости выставки с интересом рассматривали миниатюры с видами Сарова. Александр запечатлел не только знаковые места своей малой родины, например, дом со шпилем, но и вполне современные здания, центральные бани и 13-й школы. Я старался найти какие-то характерные места, то есть показать какую-то идентичность городскую. Монохромные миниатюры притягивают взгляд посетителей удивительной проработкой мельчайших деталей. Видны не только особенности постройки определенной эпохи, но и влияние времени. В этом году Парк культуры и отдыха имени Зернова отмечает свой 70-летний юбилей. В честь праздника с 31 августа по 2 сентября в нашем городе пройдет второй отраслевой фестиваль «Зато всем весело». В нем примут участие специалисты в сфере культурно-массовой работы из городов присутствия госкорпорации «Росатом». Всего на сувзрителей и компетентного жюри будет представлено 13 игровых программ на открытых площадках. Подробности далее. Все три дня фестиваля обещают быть яркими и насыщенными. Уже 31 августа пройдут сразу две тематические программы. А после торжественного открытия фестиваля все участники отправятся на мастер-класс для специалистов культурно-досуговых учреждений. Показать свои таланты в сфере проведения развлекательных программ в наш город приедут делегации из восьми закрытых городов. Снежинска, Лесного, Трехгорного, Заречного, Десногорска и других. В первую очередь к нам приезжает прародитель этого фестиваля – это город Снежинск. Также к нам приедет обладатель первого места первого отраслевого фестиваля – это город Сосновый Бор. Ну, естественно, и мы будем участвовать в этом фестивале как обладатели гран-при первого отраслевого фестиваля. На фестивале «Зато всем весело» в Саровчане представят три программы – Центр культуры и досуга в НИЭФ и специалистов Центра развития культуры и искусства. В дни празднования юбилея парка организаторы подготовили для горожан множество сюрпризов. 31 августа и 2 сентября при покупке двух билетов на аттракцион и третий в подарок. А в День знаний гостей парка ждет акция «Безлимит». Также в юбилейный день 1 сентября наших горожан и гостей парка ждет программа «Вечерний парк». Это большая программа, трехчасовая. Начнется она в 19.00. У нас в гостях будут артисты оригинального жанра. Это и шоу мыльных пузырей на аллеях, это будут фокусники, жонглеры, мимы, живые статуи. Еще одним сюрпризом станет песочная анимация под открытым небом, а для любителей караоке организаторы подготовят площадку, где все желающие смогут исполнить песни о дне рождения. В завершение вечера саровчанам покажут огненное шоу. На базе отдыха «Гайдар» прошел девятый спортивный слет «Осенний марафон». Это одно из главных событий в сфере молодежной политики ядерного центра, которое ежегодно объединяет представителей различных подразделений «Рафиацвниев». Порядка 200 молодых специалистов, членов профсоюза, приняли участие в увлекательных спортивных состязаниях. Подробности в следующем сюжете. Бампербол – это новый и необычный для нашего города вид спорта. Несколько игроков от каждой команды, футбольное поле и мяч, который нужно забить в ворота соперника. Но сделать это не так-то просто. На каждого участника надевается специальная надувная сфера, в которой падать совсем не больно. А совершать комбинации с мячом достаточно сложно. Соревнования по бамперболу – одно из самых зрелищных испытаний спортивного осеннего марафона. Настолько гармонично все подобрано. Команд очень много, и структура самого осеннего марафона продумывалась не один год. Не один год строилась вся эта программа. То, что сейчас у нас есть, это действительно уже отработанное годами мероприятие. И оно шикарное, оно действительно очень интересное и очень насыщенное. К подготовке команды на спортивный марафон в Гайдаре каждое подразделение ядерного центра относится крайне ответственно. В основном делают ставку на самых спортивных молодых специалистов. Команда завода «Авангард» в этом году выставила на марафон обновленный состав. Несмотря на соревновательный дух и высокую конкуренцию среди команд, участники приехали на марафон не только за победой. Это сплочение команды, дружба, понимание, взаимопонимание. То есть никогда не надо ссориться, надо к единому мнению приходить. Иначе никакой конкурс и спортивные мероприятия не будет получаться. По правилам в осеннем марафоне принимают участие молодые специалисты ядерного центра в возрасте до 35 лет. Однако это яркое и интересное событие не оставляет равнодушными и тех, кто защищал честь родного завода на спортивных марафонах в прошлые годы. Сегодня они активные участники группы поддержки. Здесь ребята не только увлечены спортом, но они еще и общаются между собой, что это очень сполочает коллектив и вызывает бурю положительных и хороших эмоций. Полоса препятствий, спасение утопающего на катамаране, стрельба из духовых трубок, эстафета на воде и многое другое. Каждый год организаторы стараются удивить участников интересной программой, главная цель которой – команда образования. Вдалеке от городской суеты и пыльных дорог в деревне Орешки расположился конно-спортивный клуб «Феникс». Из года в год сюда приезжают дети и взрослые, увлеченные конным спортом зрители, начинающие и опытные спортсмены. Традиционные соревнования среди воспитанников клуба включают в себя несколько дисциплин, при прохождении которых лошади и наездники демонстрируют все, чему научились за целый сезон. Соревнования по троеборью начались с выездки в стиле вестерн. Несмотря на говорящие названия, в первый день турнира не было ни стрельбы, ни скачек на высокой скорости. Конкурсантам предлагалось чисто выполнить несколько этапов – «Змеяка», «Серпантин», «Гараж», «Метка» – бросить обрач на стойку и в завершение продемонстрировать учебную выездку. А это вестерн – это то, что мы придумали, проехать какие-то элементы, которые помогают детям-всадникам научиться рулить лошадкой. Занятия в конном клубе «Феникс» не прекращаются даже летом. На соревнованиях воспитанники демонстрируют все, чему научились на тренировках. Поэтому для каждого спортсмена важно выполнить элементы эстафеты правильно. Оценивали выступление участников по четким критериям. Оценивается баллами. Если ничего не получилось, ставится бараночка-нолик. И будет время. Время – это на случай, если вдруг одинаковый результат получается у всадников. Мы еще будем учитывать время. Кристина Бескова занимается в конном клубе более 10 лет и точно знает, в чем заключается успех в соревнованиях. Выходя на поле, она надеется показать все, чему научилась за годы увлечения конным спортом. Свою лошадь Донату она называет «Ласково Доней» и считает своим другом. Для начала надо добиться взаимопонимания, чтобы лошадь к себе привыкла. Лошади есть разные, у каждой лошади тоже свой характер. Кристина хорошо изучила характер своей подопечной и признается, что с любимицей порой бывает непросто. Но от этого общение с животным становится все более интересным, а тренировки приносят море эмоций. Она очень такая вспыльчивая лошадка, с ней надо всегда мягко. То есть ей нельзя грубить совершенно, даже если она хулиганит, с ней всегда надо очень мягко работать, договариваться. Соревнования по троеборю продолжатся 31 августа. В 6 часов вечера на окраине деревни Орешки начнется заключительный этап турнира «Стипельсчес» или «Скачки с препятствиями на 3 километра». Затем будут подведены итоги и награждены сильнейшие. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте soro24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин